МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие друзья! Это прямой эфир с тевого вещания газеты Вечерняя Москва. В студии корреспондент отдела новостей Геннадий Окароков. И Михаил Помидоров. И вообще в студии сегодня одни мужчины. Мы вам сейчас их сразу не покажем. Но почему одни сегодня мужчины? Потому что мы выбрали достаточно мужскую тему для сегодняшнего разговора. Это правда. Хотя девочкам тоже будет интересно послушать. 1 апреля начинается весенний призыв в армию. Уже началось, уже поехало, уже пошло. 1 апреля, все. Уже третий день, как люди призываются. Люди идут на военкоматы. Новый призыв. Хотя, в принципе, закон особенно не меняется. Но в каждом году какие-то есть изменения, небольшие дополнения, какие-то новости. О том, что такое сегодня призыв в армию. Насколько действительно... Я слышал, что очереди есть. Бывают. Есть конкурс какой-то даже. Люди даже хотят попасть в армию, а они всех берут. Ты слышал о таком? Я слышал о таком. Я даже сам это видел. Ты видел это? Я видел это. Он видел это. Хорошо. Так что же все-таки видел Геннадий? Должны, конечно, прокомментировать профессионалы и специалисты. Тема нашего сегодняшнего круглого стола – новый призыв. Юные москвичи готовы служить Отечеству. Но вот какой будет эта служба? Как говорится, самое интересное – это детали. Обсудим это с нашими экспертами. Сегодня в студии Степан Андреевич Зотов, руководитель проекта «Наша армия». Здравствуйте. Андрей Николаевич Курочкин, заместитель председателя общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России». Здравствуйте. Оказывается, там есть и отцы в «Комитете солдатских матерей». Очень приятно. Вячеслав Владимирович Сивко, руководитель Ассоциации военно-патриотических клубов «ДСААФ России». Здравствуйте. Для молодежи, которая нас смотрит в «Контакте», в «Одноклассниках». «ДСААФ», друзья мои, это добровольное общество в содействии армии, авиации и флоту. Старая, добрая, классическая организация, которая всегда готовила специалистов для армии. Еще в советское время. Николай Владимирович Резниченко, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Москвы. Здравствуйте. А также Михаил Станиславович Анечкин, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию Общественной палаты Российской Федерации, председатель Международного центра безопасности «Миротворец». Здравствуйте. Здравствуйте. И по вот этому весеннему призыву, какие цифры, сколько планируется призвать, какие изменения в этом году в призыве есть, если они есть? Вооруженные силы в этом году, за все вооруженные силы будут призваны не только Министерство обороны, а все другие ведомства, которые положена служба по призыву. Это 128 тысяч человек, это почти на 27 тысяч меньше, чем два года ранее. Это по России? Да, это по России. В городе Москве будут отправлены вооруженные силы около 6 тысяч человек. А эта цифра примерно одинаковая каждый год или какая-то? Ну, немного меняется цифра, это уменьшается, немного с каждым годом она уменьшается при призыве. А это за счет чего? Это связано с тем, что вооруженные силы по сравнению с двумя годами ранее, это в 2,4 раза увеличилось количество контрактных служб, военнослужащих, которые служат по контракту. А, то есть за счет того, что контрактников больше, призывников чуть-чуть меньше становится. Да, это по сравнению с 2016 годом, это в 2,4 раза увеличение. Я имею в виду за все вооруженные силы Российской Федерации. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот 6 тысяч плюс-минус для Москвы, насколько это большая или маленькая цифра? Существуют ли какие-то квоты на Москву и точно ли мы им соответствуем? Нет, квоты не существуют, просто определяется количество призывников, стоящих на воинском учете и распределяющих западным военным округом. То есть это, вот эта цифра 6 тысяч, она возникает из запроса, что вот нужно столько-то военнослужащих, поэтому Москва дает 6, а не 10. Мы же могли бы и 20 дать, наверное. Это определяется по количеству и потребностям в вооруженных силах Российской Федерации. Ага, хорошо. Все-таки хочется понять, ну, я не знаю, было ведь там какое-то советское время, вот в наше время вот 6 тысяч, эта цифра сильно ли стала меньше по сравнению с тем, что было там 10-20 лет назад? Ну, по сравнению с тем, а срочки стали увеличивать, это особенно характерно для Москвы. 70% стоящих на воинском учете и отстрочкой являются по учебе, 70%. Ни один субъект Российской Федерации такого отстрочки по учебе в таких процентах не имеет. Я так думаю, что... Тем не менее, хватает этих 30%, понимаете, в чем роня? Их хватает. 30%? Регион большой. Большой по численности. Ну, на воинском учете, на воинском учете в городе Москве стоит этот хороший областный город нашей Российской Федерации. Так, слушайте, ну, хорошо, по количеству более-менее понятно, а вот качество этих призывников, состояние их здоровья... Я могу сказать по цифре. Если за все вооруженные силы степень годности 76%, то в Москве степень годности 84%. То есть от всех, кто пришел, вот 84%. Да. Это я имею в виду, я вам говорю цифры, а осенью 17-го года. То есть по сравнению с 16-м годом, я буду сравнивать, так как я пришел 2 года назад, это на 10% увеличилась степень годности в городе Москва. Мне кажется, важно отметить, что, по сути, мы наблюдаем явление, когда все, кто хотел в армию пойти, не пошли, а те, кто хотел, пошли и хватило, потому что сокращается план призыва. Это отдельная, ну, тема хорошо-плохо и какие-то последствия, но важно понимать, что у нас преимущественно сейчас в армию идут те, кто хочет туда пойти, и, как верно было сказано, возникает даже очередь. Естественно, процент годных из них, ну, колоссально растет, приближается к 100%, аналогично. Все, кто был какой-то причине негоден, не хотел, или чувствовал себя неготовым, поступил в ВУЗ, да, нашел любую отсрочку, и туда не попал. Сейчас это сделают проще всего, и за ними не будут охотиться, почему? Потому что хватило, и так достаточно. Не нужно охотиться, это совершенно изменилась ситуация по времени. А подождите, но все еще, значит, есть история, когда люди поступают в ВУЗ, чтобы получить эту отсрочку и не пойти в армию? — Я боюсь, что у нас вообще сложная история с тем, зачем люди поступают в ВУЗ, и идут ли потом они работать по специальности. Это тема для другой передачи, наверное, но, в общем, многие из них, конечно, поступают не для того, чтобы специальность получить и по ней работать. И одним из мотивов, безусловно, является отсрочка от армии. А потом аспирантуры, ну, знаете, есть такие люди, которые до сих пор по привычке боятся того, что даже сейчас осталось. — Слушайте, здесь для того, чтобы вообще понять, насколько как-то проще стало сейчас попасть в армию, насколько люди как-то, кто хотел, вот как вы говорите, кто хотел и так попал, а кто не хотел, затем, значит, не охотятся. Давайте поймем, каким образом получают вот эту квитанцию по призыву. Ведь как раньше было? Нужно было вручить лично, значит, добиться, чтобы человек поставил подпись, поэтому за ним охотились, всякими там способами, чтобы он попался. Эта ситуация изменилась, насколько я понимаю, сегодня? — Ну, эта ситуация изменилась только тем, что он тоже должен получить повестку лично, но ему может вручить еще работодатель или, ну, я имею в виду, или образовательные учреждения, их даются ректоры, или другие там, или директор института, или колледжа, или руководитель его работы, он имеет право ему вручить повестку. Но вручить лично ему. — А вот эта история о том, что как только наступает призывной возраст, обязан, значит, молодой человек явиться в военный комиссариат сам. — Такой вопрос рассматривается, но он не принятый. — Ну, первое ощущение уже прошло, законопроект все изучали, рассматривается. — Да, рассматривается такой вопрос. — Зачем это нужно делать тогда? Получается, это же как дополнительная мотивация, ну, то есть это усложняет ситуацию. — Там не мотивация. Закон четко предполагает, что вот в той интерпретации, в которой сейчас законопроект представлен, что если призывник не явился самосоветно не позднее одного дня после начала призыва, а в нашем случае 1 апреля или 1 октября, то он будет уже нести уголовную ответственность. — Уголовную? — Сразу, сразу. И то есть радикальный слишком переход в той интерпретации, в которой сейчас законопроект представлен, слишком радикальная мера. — Зачем это делается? — Забудьте, если вы говорите, что законопроект, и он, может быть, никогда не увидит свет. — Да-да-да, но он же возник не на месте. — В первую очередь я не прошел, подчеркиваю. — Можно я скажу? — Да, пожалуйста. У нас принят закон Российской Федерации, что все, кто не служили в вооруженных силах Российской Федерации, не имея на то основания, получают не военный билет, а справку. И с этой справкой он не имеет в течение 10 лет устроиться на госслужбу. — Госслужбу. — Госслужбу. — И после этого, когда приходит молодой человек, исполнитель 27 лет, и он вместо военного билета получает справки, после этого дети, они нас подают в суды в разные инстанции, но, как правило, 99% судов выигрываем мы. — Ситуация еще такова, что даже обычные работодатели не на госслужбе, когда отвечают объявление о приеме на работу, вакансию, они говорят, а служил в вооруженных силах. Почему? А зачем им нужны эти проблемы? У них человек работает, за ним приходят через годик, ну, по месту работы найти-то проще, они хотят официально устроиться, это нормально, у нас правовое государство все-таки, да? И они требуют это от своих, ну, тех, кто ставит на работу. И люди понимают, да что я такое, в конце концов, годик не осудру, что ли, да? Или не найду юридическое основание. И поэтому у нас получается так, что в силу ряда факторов, мы о них будем сейчас говорить, то, что служба в армии стала реальной такой поездкой в лагерь. Ну, ладно, съезжу. Абсолютно открытость. — Чтобы отстали. — Да, ну, кто хочет, идет добровольно. Ну, смотрите, там были мобильные телефоны, кафе, телевизоры, абсолютная информационная интернет-прозрачность, и тот ореол вот на два года ушел и вернулся другим человеком, он просто исчез. И теперь все понимают, что там происходит. Это отдельная тема «хорошо или плохо?» В этом есть плохие стороны. Точно есть, я вам могу их рассказать, да? — Плохие. — Да, сейчас мы к ним придем. — Мы так за это боролись, а вы говорите «плохие стороны». — А вы знаете, за что боролись, на то порой и напоролись. Для обычного человека образ армии перестал быть чем-то таким сакральным. Ну да, это просто такая штука, надо сделать. Да ну надо и надо. — А раньше это была инициация. — Абсолютно верно. — Из мальчиков в мужчину. — И целый ряд еще факторов этому способствовал. Сейчас этого нет. И действительно, и в воде на работе требуется, и на госслужбе мало ли что будет. Да и проблемы с этим справочком. Да ну, схожу. И это получается. Конечно, в любой огромной системе на миллионы людей есть и проблемы, и злоупотребление, и мало ли кто попадает. Ведь армия из народа делается. — Сейчас, подождите, давайте мы об этом еще поговорим. Вячеслав Александрович, вы согласны с тем, что вот так вот армия потеряла свой сакральный смысл? — Ну, я хочу сказать, что это упрощенный как бы подход как раз не потеряла. И я могу сказать, что с теми ребятами, которыми вот мы занимаемся, которые сами приходят в военно-патриотические клубы, еще до того, как создано было Всероссийское движение Юнармия, да, детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, они сами объединялись. И вот наше оборонное общество, ДСАФ России, да, они вот специально вот пошли по такому пути, что вот этих вот ребят, которые вот занимаются, хотят заниматься, они мотивированно готовятся, они хотят вот узнать побольше, приобрести какие-то навыки, которые нужны мужчине. Они, кстати, это гордятся тем, что вот они вот уже что-то могут. Вот, и мы по этому вот пути идем. И ребята, это и сейчас вот проводится очень большая работа с тем, что вот даже появился термин такой, вне войсковая подготовка. То есть те ребята, которые вот занимаются наших военно-патриотических клубов, они пользуются всей базой вооруженных сил нашей воинской части, они мотивированы, предоставляют ребятам возможность и на огневых рубежах побыть, из боевого оружия пострелять, и посмотреть, как живут там солдаты и так далее. Вот, и в конечном итоге эти ребята получают какое-то уже определенное вот знание, познание. Это все-таки это знакомство, или это такое уже, люди погружаются в эту тему, и какой примерно процент в итоге идет служитель из тех, кто занимался у вас? Я хочу сказать, вот буквально не так давно, буквально вот с позапрошлого года, с 16-го года в Москве начал реализовываться проект, как раз вот инициированный юно-армейским движением, о том, что есть у нас в Москве различные образовательные организации ДСАФ России, в частности, Московский морской центр, и там разработали специальную программу по подготовке судоводителей маломерных судов, матросов. Подготовка идет по программе водолазов, водолазов, юный подводник, юный водолаз, юный матрос. Но это прямо экзотика, приключения. Конечно, они там борются, заживусь, и все там есть. И эти ребята, они проходят определенную подготовку. Служить куда потом? На флот? На флот. А сколько служат на флоте сейчас? На флоте служат два... Год, год, тоже год. Год тоже год. Срок службы не меняется. Но, во всяком случае, они уже что-то приобретают. И они приобретенные свои навыки эти могут использовать и на каких-то у нас и гражданский флот есть. А вот эти навыки, они как-то официально закрепляются? То есть это специальность уже какая-то у человека? Вот корочка? Тут вот интересный момент. Это по договоренности с военкоматом тоже. Сейчас вот все юноармейцы, кто у нас, а у нас в Москве их уже на этот момент около 6 тысяч. А это с какого возраста? Ну, вообще-то с 8 лет. С 8 до 17 лет в юноармейском движении. Так уставом юноармейского движения предусмотрено, занимаются. Но они мотивировано готовятся. И я хочу сказать, что вот это вот, ребята, они проходят там вот подготовку. Ну, у нас еще вот буквально 31 марта еще одна программа появилась. Подготовка парашютистов. У нас есть авиационно-спортивный клуб. 120 человек, те, которые будут проходить подготовку. И они в конечном итоге готовы же парашютисты к службе воздушной дисциплины. А это с какого возраста уже ребята могут? Ну, с 14 лет. Давайте удачим, это бесплатно, правильно я понимаю? Это бесплатно. Это по программе, это уже оплатит. Ну, чтобы понятно было, что за топливо надо платить, за все надо платить, за эксплуатацию воздушных судов надо платить. Поэтому это берет на себя все город. Он этих ребят готовит. А вот в юноармее сейчас разработана специальная книжка юноармейца, в которой вот он стал юноармейцем. Он все туда вот заносит, свои добрые дела, где он был, что он там умеет. И набирает баллы. И набрав определенное количество баллов, когда в военкомат он приходит, он имеет право выбрать, куда, в какой род войск, вид вооруженных сил он хотел бы направиться служить. У нас, кроме этого, я еще уже продолжу это. У нас еще такие вообще экзотические вот должности готовят ребята. Они поступают в вооруженные силы, идут, да, у нас есть клуб служебного собаководства. При нем создан, вот наш, у нас в ассоциации военно-патриотической клубы ДСАФ России, находится военно-спортивный, военно-спортивно-патриотический клуб юноармей имени 90 лет ДСАФ, да. И там вот они занимаются работой с собаками. И в погранвойска они могут идти, они в Росгвардии могут идти, везде вот ребят, которые, ну, уже подготовленные солдаты. Даже есть случаи, когда для них специально у нас связи есть, собак там специально держат, что они приходят, уже начинают кинологи работать с собаками. И они уже мотивированы, они настроены на службу, дальнейшую продолжение службы по контракту. Вот здесь вопрос возникает, как раз по службе контракту. Сейчас же дается право выбора, да, этим призывникам, или год по призыву, или по контракту. Кто закончил колледж или высшее образование имеет право вместо срочной службы год подписать на два года контракт. Сегодня был звонок, я был с утра в приемной пока, в комитете там был звонок, молодой человек пытался выбрать, но военный комиссариат отказал. То есть не освещена еще процедура или какие-то механизмы, какие-то квоты, и отказали. Это неправда. Есть такое положение, да, есть, которое закончил, я сказал, высшее образование, или колледж закончил, имеет право, если он не отслужил вооруженные силы, то ее призывают только тогда, когда не идет призыв. То есть в межсезонье между призывами. А если идет призыв, его не оформляют в это время. Разрешите уточнить один момент, что на самом деле никакого противоречия между нами нет. Конечно, Россия является родиной уникального в мире патриотического движения, и огромное количество ребят добровольных желают готовиться, и для них это священный долг и огромный интерес. Мы, когда начали говорить, надо повести черту, что есть добровольцы, которые прямо комсомольцы, а есть обычные ребят, которые не очень-то хотят, вот для них, для обычных людей. Вот это ореол сакальности, он изменился, вот что я имел в виду, и уточнил свою позицию. Вот такая вот ситуация. Можно сказать? А когда молодой человек приходит сегодня в военкомат и говорит, вот я хочу служить там-то, например, ну вот насколько я знаю, например, действительно, многие молодые люди хотят служить в каких-то элитных частях, в ВДВ или морской пехоте, или в разведке, или, и многие из них действительно посещают ДСАФ, потому что это дает... Да, это работа, да. Но, с одной стороны, то, что хотят они, а с другой стороны, есть план Министерства обороны. Насколько вероятен шанс, что молодой человек, в конечном счете, будет призван именно туда, куда он хочет призываться? Можно я скажу. И учитывается ли это желание служить там-то и там? Ну, как бы сказать, в процентном отношении я не буду там судить, сколько, 90 или там 100 процентов, сколько поводят. Ну, как бы задача и военного комиссара города Москва, и как бы мотивируемый на то, чтобы военнослужащий, который прорывает на сборный пункт, и вот там вопрос нерешенный, военный комиссариат и района, что ему сказали, где он будет служить, мы спрашиваем его и смотрим не только его пожелания, а его возможности. Одно единственное, которое может быть ограничение, может быть ограничение, это по состоянию здоровья. Может он служить или нет, это первое ограничение. И второе, есть ли у нас набор в этой воинской части, правда вы сказали, что у нас огромное количество ребят хотят служить в ВДВ, да, в морской пехоте, в морской пехоте, в Росгвардии, это которые есть, есть, которые у нас в Балашихе свой, у них свой спецназ в Росгвардии. И хотят в МЧС служить, это в лидере, есть тоже у них свой как бы спецназ, это лидеры, они вот все категории, которые вам назвал, у нас есть, мы отправляем и в Калининград, и в Севастополь, в морскую пехоту, отправляем и в ВДВ, отправляем и отправляем в МЧС. И даже на Техиатский флот, морскую пехоту, да, мы отправляем, лучших 20 человек, у нас такие желающие есть. Лучше. Вот все-таки есть там какой-то конкурс на место, вот то, о чем Геннадий говорит? Ну вот как вы сказали, вот это, книжка юноармейская, есть ДОСАФ, который тоже пишет рекомендации. То есть преимущество все-таки тем, кто занимался, учился, имеет подготовку. Да, имеет подготовку. Главное, что было, имеет право, вот, прежде всего тот человек, который имеет учетную специальную, военную учетную специальную. Хорошо. Михаил Станиславович, подключайтесь, пожалуйста. Ну да, дайте сказать, дайте сказать немому, да? Знаете, вот меня в последнее время, как-то я изменил мнение о том, что происходит. И меня глубоко смущает сокращение, на самом деле, численности по призыву. Рясню почему. Мир меняется очень серьезно, очень быстро. И что мы в последнее время видим? Мы видим, практически мы живем в стаянии войны, информационной войны, и практически идет борьба за молодежь. Что сейчас происходит? Сейчас идет процесс, мы стоим практически только на пороге процесса формирования нового поколения. И оно все отходит туда, вот, к детству, как таковом, да? Вот есть люди, которые не хотят служить, как мне сказали, да, есть, которые хотят служить. Вот та программа, которая заложена была в основу юной армии и всего остального прочего, над этой программой еще много специалистов работало, в том числе работала группа наших специалистов, мы в свое время работали над программой профессионалов, и тогда еще говорили о том, что надо готовить профессионального воина раз, надо готовить всех остальных людей, которые были бы способны в критический момент владеть оружием и встать на, соответственно, защиту своей страны. Когда будет призыв полумаруизация. Да, в условиях того, что школы сейчас не справляются с идеологическим, таким, с идеологическим содержанием, да, воспитания. И не пытаются справляться. Давайте скажем честно, да, не справляются с наполнением биологического содержания нашего поколения, с учетом того, что у нас получилось, нам несколько молодежи. Вот я общаюсь, допустим, с студентами московских вузов, очень многих первого-второго курса, да, я замечаю такое под воздействием информационных различных, соответственно, источников, да, что вы слышите? Вы слышите стон, недовольство, брюзжание, что все плохо и так далее. Общаясь с людьми, которые в горячих точках исполняют свой долг и видят совершенно другую молодежь, это идеологически крепкие люди, у которых сформировалось крепкое мировоззрение о том, что главное – это страна, главное – это защита страны, главное – это безопасность, ну и так далее, так далее, так далее. Понимаете, в чем дело? Вот, что касается подготовки профессионалов, вот генетически, генетически, из 10 мальчиков 8 рождались воинами. Сейчас, с учетом там всяких западных, значит, теологий, да, это, наверное, меньше. Но все равно… Рождается так же, так что с ним там делать? А на Кавказе, на Кавказе вообще все 10 рождаются воинами. Ну, подождите, сейчас для того, чтобы выиграть войну, как вы сказали, мир же меняется, из 10 мальчиков, в общем, должны быть айтишниками, программистами. Я согласен, но это тоже воины. Поэтому я просто хочу сказать, что без прикладных профессий, как таковых, реальных, и мы видим, сейчас вот только уважаемый коллега сказал, все-таки как тяготеет молодежь к неким таким специальным подразделениям, где больше нагрузка, где больше, соответственно, задачи, где более… Героические проявления. Да, да, все равно без этих прикладных вещей никуда не обойтись, без личного фактора никуда вы не денетесь. Поэтому воинов надо выявлять. Вот надо выявлять талантливую молодежь для профессиональной службы, выявлять в школе. А вот кто должен заниматься? А для этого нужна настроенная система, которым занимается сейчас юная армия и уважаемая система ДСААФ, да, уже в детстве надо работать в школах, привлекать контрактников, которые бы уже работали на уровне сержантов, работали с контингентом школьников, которые выявляли в тех или иных школьниках ту или иную склонность к обучению военно-отчетной специальности. Дальше их направлять в ДСААФ, дальше готовить уже их сначала по призыву, а потом из призыва брать в контрактные войска тех, кто действительно реально хочет. А у нас получится очень четкая цепочка школы. Соответственно, призывник, соответственно, солдат по призыву, контрактник. То есть выявлять людей, склонных к военной специализации, со школьной скамьей. Я хотел бы выяснить вот такой нюанс. Только что было сказано, что, в принципе, школа сейчас не справляется с воспитанием. Не пытается. А в итоге-то у нас получается, что мы должны этих воинов воспитывать или выявлять? То есть если мы говорим «выявлять», таким образом мы снимаем. Вот это как раз проблема, как делать государственную программу, как Министерство образования и Министерство обороны договориться, кто на паритетных началах будет осуществлять эту работу. Поймите, это очень важная работа, необходимая. Смотрите, что происходит в мире. Многие страны сейчас обратно вводят всеобщую воинскую повинность. Я тут совершенно с удивлением для себя узнал, что такое мирное, такое мирное и хорошее государство, как Арабский Эмират, ввело 100% воинскую повинность. Причем, значит, они там служат 9 месяцев, совершенно в очень жестких условиях. Но ни один сын шейха не может, не имеет права отказаться от этого. Они в Севере, как только исполняется возраст. Мне кажется, там все сыновья шейха. Да, они тут же бегут, и они 9 месяцев в пустыне, и никто никаких повлажек, никаких ничего. Если он это не пройдет, ему будет запрещено работать в государственных органах, ну и так далее, и так далее. То есть это будет грозить его карьере. Это Арабский Эмират, да? Вроде как благополучная страна. Но маленькая. Но маленькая. Еще раз, шею поставить вопрос, который вы подняли. С вами полностью согласен. Мы сравним, когда говорим, два года службы, что эта армия была школой нации, где человек во многом приобретал тот самый государственный характер и понимание даже размеров своей страны. Ведь экстритральный принцип службы, он на Дальнем Востоке хоть посмотрел, какая Россия-то огромная. Ну, извините меня, когда он получал, когда человек из центрального региона приезжал на Дальний Восток и получал от местных там дедов, как говорится, да, он с нас мужчиной. Давайте, пожалуйста, пока не перейдевайте вопрос. Значит, еще раз, сам все два года погружения в определенную патриотическую среду был формированием характера человека. Сейчас у нас с этим большая проблема, о чем вы правильно говорите. Мы вообще не занимаемся воспитанием нации. У нас в Конституции запрещена государственная идеология. А без этого как можно? Что в школе передавать? Что хорошо, что плохо? Это идеология. И школа не пытается, вуз не пытается, колледж не пытается. Вопрос, кто занимается воспитанием нации? Да, вот такие, как мы, общественные организации, ДСААФ, да, пытаются. Но это лучшие из лучших. А ведь детей миллионы. Да, детей-то миллионы. И даже те, кто не хочет, тоже должны быть воспитаны, потому что это наше будущее. Это вопрос, смотрите, либо вы являет тех уже, кто склонен, а вы говорите о том, что воспитывают всех подряд вообще, конечно. Поэтому я считаю, что мы лишь только на пороге начала крупнейшей масштабной реформы нашего образования, понимаете? Я все-таки хотел бы сказать в защиту нашего департамента образования города Москвы, что работа проводится. И мы знаем, что пятидневные сборы с десятиклассниками проводятся. И этими пятидневными сборами охвачено минимум 25 тысяч человек. А кто из персонала школы этим занимается? Ну, там, я что хочу сказать, что есть персонал школы, есть преподаватели. Пятидневные сборы, они проводятся, как правило, это у нас есть лагерь «Патриот». «Патриот», да. Да, в Тучково там находится. Проводится на базе, это по договору еще одна есть учебная база, где военно-патриотические клубы занимаются. У нас есть, извините, я переживаю вас, у нас еще есть воинские части, на базе которых проводятся эти сборы. Определенные эти части, определенные командующим западным военным округом. Эти школы закреплены за этими воинскими частями. Совершенно верно. Где на базе их проводятся эти сборы. И там идет ознакомление не только, как вы говорите, а вот и жизнью, бытом, техникой, вооружением, и всем остальным, которым жизнью вот этой воинской части. Это мероприятие проводится в городе Москва. 21 апреля в бригаде в Теплом Стане, который стоит, будет День призывника проходить. И молодежь как раз туда пойдет ознакомиться. Но я вот еще продаю, кто занимается? У нас при Департаменте образования создан Центр патриотического воспитания и школьного спорта. Он сейчас так вот называется. А при нем есть Центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотическое воспитание. Все-таки воспитание не просто техническая подготовка. Конечно. Все-таки это идеология. Мы должны, ну, идеология как? Воспитывает. Это опять, там есть специалисты, те, которые непосредственно, они с теми, кто желает, конечно, они их вот объединяют, разрабатывают специальные программы, о которых я вот сейчас говорил. Это не так просто появилось, но в тесном взаимодействии с движением юной армии, а в движении юной армии, как очень много, каждый день буквально пишут заявления, ребята хотят, хотят там вот заниматься. Почему? Потому что это все более и более организованно становится движением. И нужно отметить, что в Москве, это единственное, наверное, во всех субъектах Российской Федерации есть, но у нас в Москве юной армии армии возглавляет Герой России, председатель комитета по обороне Государственной Думы, замечательный и легендарный человек Шаманов Владимир Анатольевич, Герой Российской. И тут это все выстраивается. Калина Исаака Иосифович, он тоже этому очень большое внимание уделяет. Наши ребята с наших образовательных учреждений участвуют и в парадах, и на Красной площади опять-чуть 9 мая готовятся, пойдут. Это тоже воспитательный определенный момент, это тоже стимул для других. И вот еще вот мы говорили, что желающие в армии у нас, мы об армии говорим это одно, но надо понимать, что есть еще и высшие образовательные учреждения. И за последние два года, вот если два года назад брать было определенное одно количество, а сейчас мне как вот сказали буквально, в четыре раза больше желающих поступать в военные высшие учебные заведения из Москвы стало. Почему так? А это надо понимать, почему, потому что в какой-то степени они видят, что вокруг делается, как относятся вот к этим ребятам, которые вот форму там военную одевают, кто-то хочет, кто-то хочет и на армейскую форму одевать, кто-то говорит, а я вот уже привык, они в камуфляже там у них к спецназу готовятся по программам спецназ, там раскрасывают уже рисы, говорят, они вроде бы это как бы несерьезно, вот я там серьезно там покупал, лазил и так далее, с парашютом прыгаю, вот это вот мое, это мужское, это все оно есть, это все оно есть, детям нашим это интересно. И что очень здорово, то, что взрослые это понимают, на всех уровнях этот вопрос вот сейчас вот идет, и депутаты Государственной Думы этот вопрос вот поднимают, Ярова и не так давно, и парламентские слушания по этому вопросу были сейчас внесены. Ну и мы здесь именно по этой причине, вот вы упомянули, что очень важно вот ребятам, молодежи, что к ним относятся особым образом, потому что они надевают военную форму, и это уже другое отношение. Как именно относятся, у нас сейчас есть возможности, не только про отношения, но и как жизнь в армии реальной протекает для призывника, мы можем узнать из первых уст, у нас сейчас на связи еще недавно совсем юнкор газеты «Вечерняя Москва», сейчас военнослужащий Глеб Бугров, прямо из российской армии. Звонок. Глеб, добрый день. Здравствуйте. Связь хорошая. Глеб, пожалуйста, твои впечатления. Сколько ты служишь? Конечно, не надо раскрывать военную тайну, где, какая часть, но сколько ты уже находишься на службе? Ну, я нахожусь на службе уже ровно 300 дней. Сколько осталось еще? В конце... Два месяца? 65, чуть больше двух месяцев, да. Ага, хорошо. Скажи, пожалуйста, вот с самого начала, каким образом строится жизнь в армии? То есть вот вся хронология, там, воспитание, основные навыки, физподготовка, была ли у тебя какая-то специализация, освоила ли ты профессию или специальность? Пожалуйста. Ну, с самого начала нужно как-то свыкнуться в первую очередь, потому что, по первости, признаться, совершенно ничего не идет в толк, ни объяснения, ни занятия. А вот уже после того, как по ногу привыкнешь и вольешься во весь этот темп, сначала, конечно же, дисциплина. Очень большой упор на дисциплину, на устав, на, скажем так, поведение правильное. Скажи, пожалуйста, вот это правильное поведение, насколько оно жестко контролируется, вот система наказаний, какая применяется, а может быть система поощрений, поощрений, а уже не осталось наказаний. Как с этим? Ну, есть, конечно, и поощрения. Сидел ли ты на губе, давай так, и за что? Рассказывай. Нет, нет, ну что вы, ну что вы, нет. Поощрения выдаются исключительно за какие-то совсем выдающиеся заслуги, ну и, конечно же, за какие-то залеты, за косяки, конечно же, наказывают. Но я не могу сказать, что жестко. Вопрос в том, что за одного отчитываются все. И нет такого, что вот один, я не знаю, пропустил работы или опуинивал от них, и ему лично там какие-нибудь отработки. Нет, все его товарищи, весь его взвод будет отрабатывать вместе с ним. А что потом сделают его товарищи после этой отработки, вот, за такой подарок? Вот это вопрос. Конечно же, ничего криминального не сделают, за этим следят в первую очередь. Но просто потом гурьбой подойти и сказать то, что лучше так больше не делать, потому что нам-то из-за тебя страдать не нужно, это, естественно, будет. И никто не хочет портить свои отношения просто с людьми, с которыми он живет, спит, ест, работает постоянно, 24 на 7. Это просто не нужно. И люди стараются, скажем так, соблюдать интересы общества. Хорошо. Итак, вот осталось тебе всего еще два месяца службы. Вот какие полезные навыки, как ты оцениваешь, ты получил? Я имею в виду, в том числе какая-то специализация, профессия? Или просто это какие-то житейские мужские качества? Ну, в первую очередь, это физическая подготовка. Потому что даже если до армии было совсем швах, как у меня, например, то вот прошло уже достаточно серьезное время, и изменения в очень лучшую сторону. То есть человек не мог подтягиваться, к концу службы он спокойно может делать хотя бы пять. Даже если у него, в общем-то, просто не получается. У нас есть занятия. У нас есть занятия по тактике, по инженерной подготовке, по строевой подготовке, военно-медицинской подготовке. Но, к сожалению, рассказывать, что мы на них... Если не нужно, скажи просто с точки зрения того, что тебе может пригодиться в дальнейшей жизни на гражданке. Ну, на мой взгляд, самое важное – это военно-медицинская подготовка. Потому что это оказание первой помощи, это правильная транспортировка раненых. Это просто те вещи, которые могут пригодиться в ситуации, от которой не застрахован никто. Просто банальный перелом ноги зимой. Что нужно сделать? Как правильно зафиксировать ногу? Ну, слушай, отлично. А скажи, пожалуйста, с точки зрения коммуникации, навыка работы в команде, в коллективе, насколько все это приложимо к обычной мирной жизни? Пожалуй, что на самом деле сильно. Потому что я, признаюсь, не могу сказать, что со всеми товарищами у меня ровные и теплые отношения. Есть какие-то и конфликтные моменты. Но, опять же, из-за того, что я вынужден жить с этими людьми, мы как-то притираемся. Потому что вот просто целый год сидеть и копить злобу на кого-то, или тем более еще хуже, постоянно обмениваться колкостями с этим человеком, это не очень хорошо. И армия учит жить в коллективе, который тебе не обязательно нравится. Смириться с какими-то минусами человеком, находить в нем какие-то положительные стороны, просто чтобы с ним сосуществовать и делать одно дело. Ну что ж, легче ли тебе будет вернуться в коллектив «Вечерней Москвы», который, это очень большой коллектив, и там не обязательно все должны нравиться? Я думаю, да, что вот этот урок, то, что человек, скажем так, не обязательно будет тебе подходить, но тебе нужно будет с ним взаимодействовать, это, пожалуй, одна из самых главных вещей, которые мы учим в армии. — Большое спасибо, человек, который, конечно, вернется с совершенно другими, иными навыками, продвинутыми коммуникации, к нам сюда, обратно, в Вечерку. Ждем тебя с распростертыми объятиями. Глеб Бугров, Юнкор газета «Вечерняя Москва». — Разводи-ка, заметите, что... — Честно говоря, я удивлен этим комментарием, что в первую очередь все-таки действительно оказались такие вот простые житейские навыки, коммуникация, умение жить с людьми. — А не стоит удивляться, потому что разве современная жизнь, где мы заперты порой в сети, чисто электронные, легко можем кого-то нужно в черный список добавить, сами туда не ходить, оно отлучает нас от этого коллективного быта. И дети сейчас редко ходят в походы, мало попадают в ситуации коллективного труда. — Когда вообще смотришь в глаза человеку. — Да, понимаете, поэтому армия в этом плане должна быть и могла быть важнейшей школой нации. Это невероятно может быть армия. Можно делать другие способы, опять же, туристические, трудовые обязательно. Та же картошка, чтобы дети выезжали, но это надо восстанавливать. — Ну почему могла? Вот то, что человек говорит, разве это не так? — Она является, помните, я вносила саму мысль. Я здесь, никакого противоречия нет. Департамент образования ДСААФ проделывает колоссальную работу. Но все раздумываемся, чтобы наши зрители правильную картину получили. 6 тысяч участников движения юнарами. Сколько молодых детей, ну такого роста активного в Москве? 5-6 миллионов. Один из тысячи только в этом движении находится. И это прекрасно, он герой, лучший молодец. Но остальные-то, которые не хотят, они что, не люди? И мы также перед ними в долгу. Это наше будущее, наше будущее поколение. И мы должны ими заниматься. И в том числе создавать условия коллективного общего жизни, быта, труда. Через армию или другими способами. Но пока с другими способами проблема есть. Поэтому я и говорю, что мы должны задачи ставить и решать. — Мы говорим как раз об армии, да? Мы говорим здесь как раз о призыве, об армии, о том, что есть. — И поэтому скачение призыва — полностью проблема. — Понимаете, нет ничего плохого, на самом деле, в идеологическом воспитании молодежи. — Я только да. — Да, мы сейчас просто смотрим, что. Мы сейчас начали формировать нашу армию. То есть практически и привлекательность армии появилась именно тогда, когда прошли реформы. — Когда мы стали говорить о том, что это было профессионально. — Даже внешний облик, соответственно, солдата, он уже обзывает симпатию. Это не те ремни, которые болтались непонятно как, и кирзовые сапоги. — Вежливые люди огромные сыграли, забудьте. — Ну, вежливые люди — это несколько из другого момента. Это, между прочим, это формирование психологии победителя, на самом деле. — Безусловно. — На самом деле, я еще раз задумался о том, что надо возобновлять как можно больше людей, брать по добровольному призыву, для того, чтобы они прошли вот сейчас вот ваш коллега. А надо, наоборот, увеличивать. Почему? — Я полностью согласен, получается. — Потому что... — Куда и одевать тогда? — Ничего найдет, военный комиссариат найдет, где использовать. — Улыбается Николай Владимирович. — Ну, на самом деле, посмотрите, что сказал ваш коллега, да? Это самодисциплина, прежде всего. Это, прежде всего, уверенность в себе через год. Это уверенность в своих поступках и знания коллектива, как с ним общаться. Это год практической жизни, практической и нормальной жизни как таковой. Что касается вот наших центральных регионов, тут вроде более-менее все благополучно. Есть юнармия, есть ДСАА и все остальное прочее. А вот вы знаете, вот Сибирь, молодежь, она вся болеет некой интересной вещью, интересной в кавычках, да? Там есть такая ассоциация уголовного единства. — АУЕ, да. — И молодежь начала увлекаться уголовной тематикой, уголовной... — Романтикой. — Романтикой и всем остальным прочим. Это не подразумевает никакой службы в армии. Это не подразумевает никаких работ в каких-то там патриотических клубах и всех остальных прочих. То есть это поражает уже школу и так далее. Вот мы говорим об обществе. — Слушайте, может быть, это просто говорит о том, что местные власти не сильно отличаются от всей этой идеологии, которая так популярна. — Пример взрослых, по большому счету. — И просто не в состоянии навести порядок. — Мы говорим об укреплении вертикали, да, командной вертикали именно в области воспитания нового поколения наших воинов. — В конце концов, вы знаете, что можно с гордостью отметить, что боеспособность нашей армии очень высока. Вы знаете, что боеспособность армии Германии, правда, не знаю, есть там их официальная армия, она официально под оккупацией находится, да, но Великобритания и всех стран Бенилюкса и так далее находятся на уровне 80-го года прошлого века. То есть они с удовольствием играют там всякие спектакли в своих учениях, да, но я не думаю, что немец будет умирать за поляка или за прибалта и так далее. У нас же последние даже события показали, насколько реформа продвинулась вперед. Все эти события, связанные с действием наших профессиональных вооруженных сил, они формируют устойчивую, позитивную реакцию среди молодого поколения. Именно поэтому молодое поколение, чтобы себя реализовать, а реализовать сейчас, понимаете, вот в этом информационном пространстве, значит, получается, что многие даже вот запутались, не знают как. Но это один из выходов, один из путей самореализации. Андрей Николаевич, все-таки какая у вас есть информация вот об отзывах, как людям служатся? Потому что вот сейчас именно в армии нам сейчас позвонил наш сотрудник, он рассказал, а с чем звонят вам? Ну, по сравнению с тем, что было десятилетия назад, такой жестокой дедовщины или вот такого беспредела, однозначно, колоссально это все сократилось. Проблемы еще остались, но они резко трансформировались. Жестокость, пытки и все остальное, это все ушло. Какие проблемы сейчас? Проблемы взаимоотношений, значит, массово, ну вот это массово, что заявление приходит, это вот кражи, хищения какие-то, где сослуживцы, грубо говоря, там форму украдут, или еще вот телефоны, да, вот такие бытовые вопросы, да. Неустанные взаимоотношения чаще уже не с разслужащих от младшего офицерского состава, это взводные, ротные и так далее, и так далее, вот такие проблемы. А вот что касается призывников, я хотелось бы вот к этому вопросу прийти. Стоит вопрос не в том, ну как бы желании их пожелания, а в их текущем состоянии здоровья. И здесь упущена эта линия с департамента здравоохранения и их подготовки вообще физической к дальнейшему прохождению службы. Каким образом? То есть современный образ жизни, он сидячий, да, то есть гиподинамия у всех мало двигается, из-за чего? Проблемы с опорной двигательной системой, проблемы вот с внутренними органами и так далее. И резкий переход в армию. Если медкомиссия признала годным, там же есть, насколько я знаю, 5 категорий. 7. 4 категории. Да, 4. Из них все-таки категория полной годности, вот там людей прибавляется. Верно. Каким образом? Молодой человек сидит в институте за партой, проводит лекции какие-то и не проходит никакие обследования. Приходит военный комиссариат, он абсолютно здоров по медицинским документам, ему присваивается категория А. И он абсолютно неподготовленный физически. То есть функционалки никакой нет. Да, и получает вот такую ситуацию. То есть он здоровый для сидячего образа жизни, получается? Да, именно так призывается. Вот у меня просто... Что дальше происходит? Да ладно, он-то чем виноват. Там подкачается маленько. Что дальше происходит? Дальше эти заболевания у него вскрываются. И приходится, скажем так, добиваться, чтобы его госпитализировали. В военной госпитале было проведено медицинское обстреление, военно-врачебная комиссия. Серьезные заболевания, в том числе за прошлый призыв, помогали молодому человеку. С бронхальной астмой его призвал. Насколько это трудно или нетрудно сделать? Добиться вот такого освидетельствования? Процедурно нетрудно. То есть команду нечастия реагирует однозначно на жалобы. То есть это или санчасти, или военный госпиталь. А там уже врачи также дифференцированно принимают решения. Но тут возникают расходы, связанные с его отправкой в армию, с его прохождением службы и так далее. Кроме мучений и так далее. Какая статистика, это коллега, наверное, лучше расскажет. То есть это все равно в случае не такие распространенные, но явления есть. И здесь вот вопрос-то в чем? Нужно прививать молодежи в занятия спортом, физическую подготовку и так далее. Та же труднотерапия. Все двоим об одном смотрите. Да, да, да. То есть вот здесь согласим с вопросом. Да, но смотрите, молодежь сильно отличается. Потому что те, кто действительно хотят, как мы выяснили, служить в армию, они и готовятся. С этим проблем нет. Те, кто не хотят, вы с ними что хотите сделать? Они хотят получать высшее образование. У них немножко другое представление о том, как послужить своему отечеству. Мы говорим о здоровье их вообще. Вы хотите их идеологически сейчас через армию все-таки пропустить? До армии. До армии. До армии. Они, может, школу ходить не хотят, и на федрух ходить не хотят. А надо, черт возьми. А с какой целью вы им объясните, что, ребята, вам надо вот эту физическую подготовку, если он в армию не собирается идти? Причем есть армия. Здоровье. Здоровье. Здоровье нации. А детей, к кому будет делать? Ну, это просто глобальный опрос. Мы сейчас ставим. А зачем это надо? Это надо, чтобы Россия в будущем была навсегда, да? А не на еще 5-10 лет, пока есть парни, которые хотят служить в армии. Это глобальный опрос. И стоит по закону или... Выживание, победа. Другого нет. Убрали термин военно-патриотическое воспитание. Сейчас применяется гражданско-патриотическое воспитание. Да-да, оно широко применяют это всего. А что вас коробит? То, что убирает осознанно военно-патриотическое воспитание. Хотя это вовсе не солдатонство. А зачем для тех, кто не хочет служить в армию, вот эту военную приставку? Потому что, когда происходит конечность ситуации, то хочешь, не хочешь, а должен быть готов. Понимаете? За тобой туда приходят. Тогда, смотрите, тогда, может быть, имеет смысл говорить, скажем, не о подготовке молодых людей к службе в армии, а, может быть, массой вернуться тогда к системе ГВТО, где речь идет о подготовке МОП по резерву, по сути. И распространяется, может быть, не только на молодежь это воспитание, а на поддержание в физическом состоянии, скажем, людей более старших. Вы абсолютно правы. Зачем здесь приставка военная? То есть, да, смысл там. Я объясню, зачем. Потому что мы с вами живем в России. А Россия уникальный мир державок, которая постоянно подвергается военной угрозе, держава воинов, героев и победителей. Вот где-то в Швейцарии, может быть, нормально. Можно сыр на патриотическое воспитание, пив на патриотическое воспитание, банковское патриотическое, как угодно, да? А в России военно-патриотическое. В Швейцарии у всех оружия на руках, как бы, там все люди после того, скажем, как... Да, да, но последние три столетра, их участие в военных действиях сильно, как бы, близится к нулю. Давайте не будем спорить в этом плане. У нас особая история, особая судьба и особая цивилизация. Поэтому у нас можно не быть солдафоном, еще раз. Военная патриотика – это не солдафонство, не шагистика, да? Это формирование личности, готовое послужить самому Отечеству. Даже космонавтика у нас все. Полетел в космос – герой России. Военная космонавтика. Иначе не может быть, понимаете? Это просто вопрос современного мира. Я еще раз хочу подчеркнуть о том, что мы с вами, уже взрослые люди, мы, к сожалению, пережили тот период, когда произошла смена общественно-политического строя, когда обвалилась все. Экатолическая решетка нашего общества, которая затронула все общественно-политические и хозяйственные механизмы общества, да? И идеологическая система была сложена. То есть были утеряны морально-нравственные принципы, вообще подготовки и вообще воспитания общества. И мы только сейчас, и мы только сейчас, вот по прошествии, 20 лет, знаете, какой период, да? Мы только сейчас с вами… Но мы уже три за этот период идеологии… Да, идеологии-то не было вообще, даже три периода, за этот период идеологии еще не было никакой. У нас последняя идеология, которую мы знаем, это марксистско-ленинская. Больше другой идеологии не было. Но там что-то либеральное было? Предложено, предложено. Нет, она обсуждалась, но ничего, у нас практически… Понимаете, и вот только сейчас, в прошедши 20 лет, мы видим, как, вот если мы говорим о системе призыва, о системе подготовки военно-патриотической, я совершенно согласен именно с этим тезисом, а именно военно-патриотической подготовкой, мы только сейчас видим, как эти осколки собираются. Да, к сожалению, собираются те люди, которые пережили 20 лет назад крушение государства. Но что делать? Вот такая-такая, значит, такая судьба. Но при этом при всем основная задача – это воспитание нового поколения, в том числе на принципах патриотизма и служения своей Родине, она сейчас ставится, она важна, и в сознании каждого человека, который действительно считает себя гражданином своей страны, она формируется совершенно на реальных таких вот… Николай Владимирович, а смотрите, ведь воспитывать-то армию придется. Да, пожалуйста. О цифрах, которые вы говорите. 11 лет назад я пришел в систему военных комиссариатов, 11 лет назад. Я веду для себя статистику, для себя как бы говорят, что, ну, и как бы я люблю математику, это как бы самая любимая моя наука. Так вот, я хочу сказать, что 11 лет назад, когда я пришел, я повторюсь, желающих служить в вооруженных силах Российской Федерации было около 60%, которые приходили, ну, как желающие, они знали, что вот, получали повестки, желанием узнавали, где ее можно получить, получали повестки, приходили в почтовых ящиках, как правило, это было. Не то, что вы, извините, желали, но не сопротивлялись. Да, да, это было 60%, которые шли в вооруженные силы. Сейчас, на данный момент, вот я говорю, за последних два года, это уже около 80%, которых не надо, они сами желают и знают, чего они хотят. Я уже ранее говорил, куда они хотят. Если ранее это не выражалось так конкретно, то сейчас уже выражается. Даже, вплоть до каких воинских частей, которые желают служить. И не важно, что это будет воинская часть находиться на территории Москвы или Московской области, не важно. Главное, род войск, которых они выбрали. Второе, они с желанием, 10% у нас идет, которые мы по повестках вызываем через те или иные уровни, и 10% только. Это разное было, 10% мы вынуждены тем или иным способом доставить военный комиссариат. Все остальное раньше было вот так. Вот мотивация, воспитание, вооруженные силы. Скажите, вот то, о чем здесь говорилось, что все-таки нужно расширить, сделать призыв больше, более массу, 6 тысяч слишком мало для того, чтобы воспитать действительно поколение. 6 тысяч, а воспитание, что же, система воспитания. Армия к этому готова, как вы думаете? Вот Гаврил Глеб, ваш сотрудник, вот он что сказал. Вот говорили, что вы сказали, что там, коллега, что физическое это, что сидячее, как бы образ жизни, что нет физического состояния, что они вот увольняются, как бы по состояниям здоровья. Я хочу сказать, немножко опровергнуть ваши слова, может для всей Российской Федерации, да, но конкретно для Москвы за осень, которую мы призвали вооруженные силы больше, чем 6,5 тысяч человек, мы осенью призвали. В вооруженных силах по состоянию здоровья уже прошло время, почти, уже не понятно, прошло 3 месяца, ни один с вооруженных сил не вернулся. Осенний призвали, по состоянию здоровья. Это, дядя, я договорю, да, да, то есть, как бы, это статистика, я понимаю еще, да. Так вот, я скажу, никто не вернулся. А вот то, что сказал вот Глеб, он уходил в вооруженные силы Российской Федерации, Российской Федерации, который не мог подтянуться ни разу, он сказал уже 5 и более раз. То есть, за, да, естественно, за 10 месяцев, но тем не менее, у него есть желание, ему говорят, занятия проводят. Патриотам можно, я не говорю, что должны, как бы, как вы сказали, что военно-патриотическое воспитание, мы все должны в армию призвать. Да, армия, если будет желание и будет это, то армия найдет возможности, и это, чтобы призвать вооруженные силы желающих мальчишек. Да это, я думаю, проблем не будет. Уточню просто позицию, речь не о том, чтобы всех в армию призывать. Нет, конечно, не об этом. О том, что воспитание такое, что даже если ты в армию не пошел, не попал, и вообще ты девочка, ты все равно в одной и той же системе духовно-идеологически находишься. Вопрос просто в том, кто это будет делать, потому что там существует вот эта линия здорового образа жизни, она этим занимается не военно, это совершенно точно. Есть там институт спортивных инструкторов, их там готовят, вот эти клубы, там у нас весь город спортивных площадок, у нас хоккей, у нас футбол. Москва очень много делает для этого. Вы же говорите о том, чтобы этим занимались военные. Вот как вы себе это представляете? Я говорю о том, что этим надо, в принципе, заниматься. У нас, к сожалению, нет ни одной структуры в государстве, которая бы, в принципе, отвечала за воспитание народа, нации, скажем так. Такой структуры одной. А департамент образования? Он занимается образованием и открещивается всячески. Мы, говорит, воспитанием не занимаемся. Всякое образование, знание, да, пожалуйста, образовательные услуги. Это, может быть, изменится, но сейчас это образовательные услуги. А клубы, которые говорят про ДСААВ, это, еще раз, элита-элит, лучше из лучших. Я бы не про все вузы сказал. Есть синергии, в частности, которые проводятся. Которые по частной инициативе, конечно, да, это хороший пример. Вы под воспитанием что имеете в виду? Одно дело, хорошие манеры, да, вести себя достойно в обществе. Мы сегодня с вами говорим о государственном, патриотическом и военно-патриотическом воспитании. О том, чтобы люди становились частью одного народа цивилизации вместе трудиться ради общего дела. То есть именно военно-патриотическим не занимаются? По сути, да, послушайте. Я сам работаю, счастье мне так досталось. Мой клуб находится при департаменте социальной защиты. И ребята рядом находятся, извините, наркоманы, алкоголики, употребляющие, убежавшие из дома. И я, к сожалению, знаю, сколько их в Москве находится. И, к сожалению, больше, чем 6 тысяч. Понимаете? Вот еще, лучше всегда меньше. Это история в любом большом городе, к сожалению, есть. Но это же наши дети. Ими кто-то должен заниматься. Это же происходит. Мы не можем сказать, да ладно, это какие-то неправильные дети. Забудем о них. Мы их и перевоспитываем, перековываем. Я могу истории живые рассказать об этом. Но соцзащита разве не занимается ими? Занимается. Но это каждый раз происходит вопреки системе. Потому что не госидеология, не заказ о том, как их воспитать. Не существует. Это каждый раз отдельный подвиг каждого педагога и его сотрудника такого клуба. Понимаете? Вот о чем идет речь. А если бы наконец-то нам сказали, ребят, вот такими надо сделать детей, вот наши цели. Сильные, мудрые, добрые, победа, космос, да, будущее. Вот тогда, понимаете? И мы чувствуем, что да, мы часть большого системы. А вы разве не в этом русле их воспитываетесь? Я в этом, потому что я вот... Так а зачем вам помощь? У вас прекрасно получается все. Вы думаете, нам не нужна помощь? Я думаю, нужна, но смотрите, как... Это была бы другая тема, другой передачи просто. Просто у нас получается так, что очень многие... Прошу попрощения. Очень многие инициативы сегодня в России растут именно снизу, без помощи государства. И даже, может быть, вопреки государству. Абсолютно верно. И это замечательно получается. А когда вот, может быть, государство начинает влезать с бюрократизацией вот этой сферы. Потому что, разумеется, заходит речь о распределении бюджета. Там, где распределение бюджета, там проверки. Там, разумеется, контроль, бюрократизация. Может быть, вам лучшая помощь это просто не мешать в этом случае? Вот, позвольте я вам уточнить. Не то, чтобы прямо было бы возражение. Вы безусловно правы. На речи частных инициатив, как университет Синергии, там с ними тоже сотрудничали. И там моих каких-то общественных инициатив. Я и работаю на гос. На структуре одновременно. Общественная инвенциация есть. Крутимся как можем, да. Мы красавчики. Но, я объясняю, миллионы детей вообще не охвачены. Никакой работы. И я почему переживаю за гос. систему? Чтобы эти дети были охвачены. Вот в школу зайти, поговорить с детьми. Я захожу в колледж имени героя Союза Павлов. Ну, это просто яркий пример, да, один. Захожу в второй курс. Ребята, кто такой герой со Союза Павлов? Один человек в классе знает. Один человек в группе из 30 знает, кого имени его колледж. Что это за герой? Вот это что такое? Государственная система, которая не воспитывает. Да, они что-то знают. Образование есть, предметы есть, да. Но воспитания нет. И вот это мы хотели бы изменить. Из переживания за судьбу Родины, что называется, из-за этих ребят, которых я лично своим уникальным навыком не могу охватить. Я один, клуб мой один. Да, ну как-то, короче, локальный. А должно быть глобальный на всех. Поход системный должен. Системный, да. История, здоровье, преемственность и так далее. Рад, что вот у нас в Комитете Славского материала прям выступает. Но главное, чтобы здесь не было перекосов, чтобы люди, которые знают, кто такой, вот, упомянутый герой Советского Союза, не забывали, кто такой Пушкин и Есенин. Само собой. При этом. Да, да, да. Тогда все будет отлично. Хорошо. Я думаю, что если будут ученики знать, что такое Павлов, я думаю, что и Есенина, и Пушкина тоже будут любить. Потому что это их история, их родина. Ну что, давайте тогда переходить к нашему итоговому слову. Сегодня мы говорили о том, что новый призыв в армию начался, начался и в Москве в том числе. О том, как юные москвичи готовы, и как они уже, кстати, служат Отечеству, мы тоже сегодня поговорили. Каждый из наших экспертов сейчас имеет возможность сказать свое итоговое слово, пожелание, прогноз на будущее, может быть, какую-то идеальную картинку нарисовать. И давайте мы начнем с вас. Степан Андреевич Зотов, руководитель проекта «Наша армия», пожалуйста. Благодарю вас за предоставленное слово. Я отчасти не могу повторюсь. Я считаю, что у страны, у сообщества должны быть великие цели. То, о чем люди мечтают, чему стремятся, и в какую систему себя встраивают. Сейчас одной из примеров такой цели может быть космос. Это передний край науки, освоение новых пространств. Те самые белые пятна на карте, герои-первооткрыватели. Вот если такой сферы эгоической нет, да, ребят смеются в армию, но этого мало, потому что не все же военные, правда, а ученые куда, а журналисты. Вот чтобы такая была сфера пассионарности, нового прорыва, пример всему миру. И тогда и войны не нужны будут, потому что мы можем сотворить такие ценности, такие новые открытия, что никто не посягнет и будет за нами выстраиваться. Ведь за собой может только тот вести, кто пролагает новый путь, а не тот-то за кем-то другим догоняет, особенно по уровню потребления. Вот такое вот мое пожелание. Да, здесь, я думаю, что здесь все подпишутся под каждым словом. Спасибо вам большое. Андрей Николаевич Курочкин, заместитель председателя общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России». Ну, все мы боремся, наверное, стремимся к здоровой армии, да, то есть мы хотели бы, чтобы все амбиции, которые, к чему ребята стремятся, были реализованы. И есть некоторые очень хорошие движения, то есть, да, создаются военные учебные центры, предлагаются военные службы по контакту, по прохождению и так далее. Но хотел бы призвать, вот на что я делал акцент, чтобы все-таки делали внимание, ну, уделили внимание со стороны здоровья, понимали, какие нагрузки ждут, была тайная подготовка. И, ну, стояли до конца, за Родину, да, скажем так. И все равно к военному комиссариату, вот на вашу реплику, вот, собственно, документы, вот с бронхиолиазмой только что комиссован у нас. То есть были комиссии, да, 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 да. Отлично. Ну, для этого у нас и устроены эти круглые столы. Спасибо вам большое. Вячеслав Владимирович Севкор, руководитель Ассоциации военно-патриотических клубов ДСА в России. Да, Герой России еще можно добавить. Герой России. Я думаю, еще больше можно добавить. Да, пожалуйста. Достаточно серьезно в городе Героя Москве уделяется внимание, вот, и подготовке наших ребят, чтобы они были на самом деле ребята, те, которые и помнили свою историю, гордились своей историей, и любили свою Москву. И наше сообщество, так как я сейчас и в Геройском сообществе, ДСА, все для этого делали. И мне хотелось бы, конечно, прежде всего обратиться к родителям. Вы, наверное, уже поняли, уважаемые родители, что армия сейчас совершенно изменилась. Ну, а если вы хотите детей видеть, чтобы они туда подготовленными пришли, у нас достаточно большое количество образовательных организаций, ДСА в России и Москве есть. Приходите туда, и мы будем с вами, вашими детьми, заниматься с любовью, и будем и воспитывать их, и готовить к армии. Не хочется даже добавлять слово бесплатно, потому что это уже не важно. Но все-таки это тоже есть. Да. Большое вам спасибо. Николай Владимирович Резниченко, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Москвы. Я хочу прежде сказать призывникам будущим, и которые являются, и которые будут, и хотят служить в вооруженных силах. И главное, не бояться, вооруженные силы стали совсем другими. Они совсем другие, и совсем другая у них мотивация, и другая боевая готовность стала другая, вообще другие вооруженные силы. И по форме одежды, как сказали, и по питанию, и по всему остальному, по мере обеспечения их. И то же самое, что раньше и сейчас уже, что их одевают на сборных пунктах города Москвы, они везут воинские части в тем, что они прибыли на сборный пункт. Это совсем значительный облик другой вооруженных сил, начинается со сборного пункта, о которых оно бывает. Что вооруженные силы другие, что много уделяется внимания, что родители могут прибыть на призывную комиссию, что могут убыть со своими ребенком в часть, которые там все по желанию и открыты. Мы всегда для родителей открыты. Родители, чтобы не боялись отправлять своих сынов, служить вооруженные силы. Мы всегда на связи, и за тех, которых мы отправили, мы всегда отвечаем и готовы для содействия с любыми родителями. Не только родителями, а будущими, настоящими. Мы всегда готовы ответить на любые вопросы и всегда посодействуем тем или иным проблемам, которые возникают в молодых людей. Спасибо вам большое. Мы сегодня об этом не говорили, но нельзя не отметить, что не только сынов, но и дочерей. Можно отправить и отправляют в вооруженные силы, но это уже исключительно служба по контракту. Это отдельная история, тоже очень интересная. Сейчас слово Михаилу Станиславовичу Анечкину, заместителю председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Общественной палатой Российской Федерации, председателю Международного центра безопасности «Миротворец». Ну, я все-таки хочу сказать, что мы живем в таком сложном мире, когда сформировались совершенно новые угрозы для нашего государства. И армия, у нее задача была, так и осталась – защита нашего государства, защита рубежей и, соответственно, защита от именно тех угроз, о которых я сказал, извиняюсь за эту тавтологию. Вот, поэтому здесь очень большая задача вот этого начального этапа формирования нового поколения наших граждан. То есть большая ответственность лежит на системе образования Министерства обороны по формированию позитивного образа армии среди молодежи. Но это еще не все. Молодежь должна идеологически знать, почему она идет в армию и за что она, собственно говоря, будет воевать, если что случится. Он должен понимать с врагами. Он должен понимать, кого он защищает. А он защищает свою семью, свою мать, свою сестру, свою отцу, свою родину. И не надо от этого стесняться. Спасибо вам большое. Хочется к этому добавить, что просто хорошо делая свое дело на том месте, где вы находитесь, где вы работаете, где вы получаете зарплату или учитесь, тем самым вы тоже, в общем-то, это самое яркое... Способствуете своему вкладу защиту. Конечно. Это и есть ваш вклад, ваш патриотизм, это и есть ваша служба. Ну, а если вы или ваши дети, вы хотите служить именно в армии, то сейчас все возможности, все пути вам открыты об этом. И вас там ждут. И вас там ждут. Мы рассказали вам, так что, пожалуйста, пользуйтесь. Этот эфир для вас провели Геннадий Окрахов, корреспондент отдела новостей газеты «Вечерняя Москва». И Михаил Помидоров. До новых встреч, друзья. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова